Но для начала немного болтовни. Все группы делятся на Неда Битлз и Перри Кингс. Сдаюсь. Дорогие друзья, а тем временем у нас есть звонок. Алло! Вот. Ну, я показываю, как вот будет, когда у нас в самом деле будет звонок. Алло! Вот так у нас и будет. Я сейчас расскажу вам трогательную историю. Борис буквально через две недели едет в Нью-Йорк, где запишет самую единственную на свете сольную пластинку совершенно новой порции песен. На пианино будет играть Эл Купер, на бас-гитаре... Расскажи, пожалуйста, Боря, обо всем этом. Нифига не скажу, потому что я очень боюсь. Я не знаю. Дело в том, что после того, как аквариум... Новый аквариум, аквариум фаза-2, ушел в долговременный творческий отпуск по состоянию здоровья и всему остальному. Одновременно с этим начали писаться песни. С которыми что-то нужно было сделать. Я случайно оказался в Нью-Йорке, и мой друг-художник, такой Дима Стрижов, силой заставил меня войти в контакт с определенными представителями музыкальных ретроградов Нью-Йорка. И мы кое-что попробовали сделать вместе, и получилось что-то интересное. А мне очень хотелось записать пластинку, на которой не будет печати, сделанную в Европе или сделанную в России, а которая будет как бы свободна от этого. А учитывая, что эти песни мы уже сделали с Сашей Ляпиным и уже их играем, то мне хочется попробовать два этих подхода одновременно. Посмотреть, что получается там и здесь. А песни все равно существуют. Надо иметь в виду, что с появлением этих песен связана любопытная история. Дело в том, что Борис трогательно интересуется историей отечественного государства в ее эзотерическом преломлении. Как-то раз, исследуя Александровский равелин в Петропавловской крепости, Борис наткнулся за вьюшкой печи в 16-й камере на свиток. По почерку можно было легко определить, что принадлежит он Брюсу, знаменитому алхимику, основателю масонской ложи России. Потихонечку расшифровывая строчку за строчкой, Борис мог написать букет изумительных песен, которые скоро пристанут вашему вниманию. Что я наврал? Можете спросить, а как я попал в Александровский равелин? Боря, а что ты там делал в равелин-то? Вот я и хочу спросить, за что? Алло! Надолго ли? Алло! Ну вот репетировали, репетировали. Алло! Алло! Здравствуйте! Здравствуйте! Наши действия! Вы знаете, я вот вижу на экране черно-белое изображение. Так. Я не вижу, Борис Борисович покрасил свои волосы зеленый цвет или нет? А вы знаете, я, собственно, и не собирался, они естественного цвета, фиолетового. Скажите, ну у вас был опыт с бородой. А кто это у вас там похихикивает, а? У меня не хватает чернил на все волосы. Бороду я красил чернилами. Борис Борисович, мы его можем купить. Например, красный или синий цвет. Это сейчас очень модно. Спасибо большое. Позвоните, пожалуйста, на программу Дмитрия Диброва и вы можете договориться с менеджером Диброва о том, как мне переслать эти краски. Окей, договорились. Спасибо большое. Ура! Первый раз слышу, чтобы простенькая коммерческая операция по пересылке красителей для волос вызвала такой бурный девичий восторг. Что вы делаете с людьми, Борис? Дмитрий, это вы. Ну, послушайте, соловья баснями не кормят, и вот это, давайте вот что сделаем. И первая из песен из этой совершенно эзотерической, космической, космогонической фантазии... Другими словами. Чёрт знает, что ещё, Бормочи, Шища, Пенсны или Ключи, из этой новой порции песен сейчас будет представлено вашему вниманию. Другими словами, Витя Пелевин очень правильно подметил в книжке Чабаева «Пустота», что самый распространённый вид искусства у нас, это когда говорят через жопу. Можно говорить просто через жопу, можно говорить через духовную жопу, что, безусловно, гораздо более высоко, но, в принципе, ничего не меняется. Очень любезно с вашей стороны говорить такое, сэр. А, я забыл. Простите слово «говорить». Ну, в общем, я их написал, мне они нравятся, а что вы будете с ними делать, это ваше дело. Когда луна глядит на меня, как совесть, Не знаю, куда бы я плыл, я бы пил и пил, я бы выбил всё, над чем летал дух, если бы не ты. Эй, если бы не ты, Когда жажда джихада разлита в чаши завета, И Моисей с пронспойтом поливает кусты, И на каждой пуле выбита фигура гимнаста, Я бы стал атеистом, если бы не ты. Эй, если бы не ты. В это время, когда крылья — это признак падения, В этом городе нервных сердец и запертых глаз, Ты одна знаешь, что у Бога нет денег, И ты одна помнишь, что нет никакого завтра, Есть только сейчас. Когда каждый пароход, сходящий с этой верфи, — Титаник, Когда команда — медведи, а все капитаны — шуты, И порт назначения нигде. Я сошёл и иду по воде, Но я бы не ушёл далеко, если бы не ты. Эй, если бы не ты. Вот это я называю... Алло! Говорите, пожалуйста. И как можно громче. Алло. Вот правильно. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Что это вы замолчали-то? Алло, правильно. Да. Говорите, пожалуйста. здравствуйте здравствуйте пожалуйста я хочу задать вопрос все вашего слушаю скажите пожалуйста я учитал в журнале путь к себе что вы ездите в индию мне бы хотелось узнать куда вы ездите я езжу под городом бангалором есть поселок путапарте он приблизительно в пяти четырех пяти часах езды на такси от бангалора это юг индии в поселке путапарте находится ашрам то есть на место поселения такого индийского святого или бога или давайте как угодно по имени сай баба которому мы семьей испытываем очень близкие родственные нежные чувства и который в общем на самом деле один из вполне реально существующих богов судя по всему сай баба его очень многие в россии знают а вы знаете один наш общий знакомый из из америки нам про него рассказал и моя жена заметила что она что-то похожее уже уже знала внутри себя как я понимаю и потому что рассказывал это вызвало то что он рассказывал вызвало мне довольно близкую симпатии мне захотелось посмотреть и при первом случае когда у нас получилось туда доехать мы доехали и честно говоря я получил то что хотел то есть не меньше чем я получал от битлз или ролик стоунс или дилана или кого-то еще знаете как правильно марина цвета его заметила помочь ничего не может творчество это когда ты один на один со всем остальным и все но практическом применение этого иногда помогает очень сильно потому что он очень теплое и ясное существо и на самом деле с огромными знаете какой любопытный разговорчик вот если не знать темы да то помогает прямо уж пикантный какой смотрите-ка вот зайдите боже бориса как это у вас началось борьги да вот я бабу там вот знаете в индии ну вам помогает помогать помогает я столкнулся с тем что он на самом деле то что о нем говорят для меня это было довольно довольно неожиданно пожалуйста в россии нет такого что ли в россии есть замечательное количество святых старцев которые занимаются как насколько я знаю огромным количеством полезных и очень нужных вещей я не думаю что в россии был бы нужен живой бог потому что его просто насколько я понимаю российская ментальность смяли бы с леса земли на него наехала бы какая-нибудь местная мафия с просьбой немедленно в общем снабдить их необходимыми вещами очень было бы масса осложнений в принципе что-то подобное написано в библии не правда ли что каяфа всего лишь всего лишь местный там лидер группировки так ну в общем он был лидером местной группировки у христа крыши не было на наш это понять алло да здравствуйте да да прошу вас слушаю хотел бы такой вопрос задать борису года четыре назад было выступление по ленинградскому телевидению я к сожалению не помню название передачи где борис сказал что телевидение вообще все средства машины массовой информации это все от дьявола 5 лет 5 назад было до 5 как раз 5 лет тому назад и что это последнее публичное выступление в частности борис борисовича по телевизору да вы изменили как-то свое мнение вы знаете не то чтобы я его изменил но с телевизором как со средством дьявольским я целиком завязал теперь я общаюсь с телевидением который не является дьявольским средством а который является просто методом развлечения наживы тупого времяпровождения но я не хочу привязывать к этому темные силы очень любезно говорить такое сэр спасибо дмитрий я всегда знал что вы оцените мою страницу борис вы не могли бы довершить характеристику отечественного телевидения какой-нибудь из ваших песен особенно той где кто-нибудь висит надо мной если это не расходится с вашими планами сэр очень интересно давай попробуем ге-ни-аль-но особенно ну вот в этом песне не при тебе будет сказано особенно еще не слышал сегодня обратите внимание а вот кроме меня вообще вот никто есть я собственно тоже еще никто вообще эту песню с телевизора жениться добавно кстати что все эти песни за двумя маленькими исключениями в россии исполняются на самом деле впервые то есть вообще впервые понимаете спасибо вам за то что вы слушаете потому что для меня это на самом деле большая честь и в общем довольно как у нас говорит волнительный и я убежден что в нью-йорке удастся сделать хорошую работу но я не убежден что это будет более проникновенно когда попадет на компакт чем вот сейчас в эту секунду когда боря наметит лишь эскиз на эту роскошную песню песни естественно для того чтобы завоевать любовь молодежной аудитории называется тяжелый рок песни и волнительный керамид песни и волнительный керамид В мире что-то не так Или это в моей голове Невидимые пятна на солнце Какая-то пыль на траве Счастье не греет Оно за стеклянной стеной Иногда мне кажется Тяжелый рог висит надо мной Я пошел к цыганке Узнать о своей судьбе Не вредно ли думать так много Причем в основном о тебе Цыганка бросила карты на пол Закрыла глаза рукой И сказала бриллиантовый мой Тяжелый рог висит над тобой Все лишилось смысла Как будто бы я вошел в тень Но ты знаешь Чем выше залезаешь в астрал Тем большею несешь трепедень Мне просто хотелось Вечного лета А лето сменилось зимой То ли тяжелый рог То ли законы природы Висят надо мной Одни говорят сегодня в шесть Конец света Другие просто депрессивны В доску Третьи любят любовь только за то Что она без ответа Однако каждый из них Зарежет, но не даст Тронуть пальцем свою доску Зарежет, но не даст Я уже не тот, за которым он гнался Да и он уже не тот, что был Я сказал заходи Я не враг тебе Наслаждайся моей тишиной И давай выпьем За того бедолагу Что висит надо мной И тешеву от перрона к перрону Как взлетел, так и лечу И если тебе стало хоть немножечко легче Это все, чего я хочу Спасибо ветру в моих парусах Крыльям за моей спиной Одно из них ты А другой тот коллега, что висит надо мной Боб Дилан Боб Дилан новых дней Да Боб Дилан, по-моему, сам по себе хорош Почему ты пишешь песни без припева? Ведь ясно же, что в музыке самый главный припев Ты только послушай, что делают Твои маститые коллеги по попсе Что не песня, то припев Я пытаюсь все написать песню Которая была бы из одних припевов Тогда она будет модной Несомненно так Кроме того, еще все твои песни Последних пяти лет Напоминают монологи Я плохой актер Хотя многие из песен последних лет Как раз были написаны Явно не от моего лица Как я замечаю Сейчас ты можешь назвать Какую песню Я пять лет же у тебя допытываюсь Какую песню Из всего, что ты написал Ты считаешь Какую песню пел Будда Иисусу? Да Не знаю Я знаю, что это песня Дубровская Именно там роскошная строчка Боря, вот послушай Я знаю, что ты никогда не умрешь Но если кто-нибудь мне сказал бы Поставить тебе памятник И что-нибудь бы написать Написал бы эту единственную строчку И считал бы, что выполнил свой долг перед тобой Вот она Не прячь от Бога глаза А то как Он найдет нас Борис пошел за лесом Специально за тем, чтобы А, пожалуйста Можно переделать Не прячь от Бога гармония А то как Он найдет нас Алло Здравствуйте Алло Здравствуйте Дорогой телезритель Говорите что-нибудь Алло Да, здравствуйте Добрый вечер Из какого-то хола вы звоните, да? Добрый вечер Я из Москвы звоню Откуда? Из Москвы Понятно, понятно Я не имел ввиду холл как географию Холл как... Ну-ну Я хотел бы задать вопрос Да, я слушаю Вы счастливы, нет? Очень хороший вопрос Откуда я знаю? С одной стороны, жизнь Знаете, как Гораздо Тяжелее Вот Песня тяжелый рок На самом деле Это Не притворствует На самом деле Бывает Удивительно хреново Довольно часто А с другой стороны Все это происходит на фоне Такого упоительного Какого общего Не знаю Радости, ликования Чего-то еще Что Понимаешь Что любое личное несчастье Это в общем Только, наверное Пряность Жизни Какое ликование Вечно же что-нибудь Не слава Богу Вот это и есть Вот сейчас Динамина Радости Представляешь себе Мясо без соли Ты действительно думаешь Что это все Божественно Наши передряги Вот динаминация В частности Действительно придумано Чтобы нам Закалиться еще больше Динаминация Это точно вещь Прямо от пророка Моисея Я не знаю Что это А что такое динаминация Откуда я знаю Это только с 1 января Станет ясно Впрочем Поговариваю Что ее отменят Алло То, что происходило С Моисеем Горящий куст Алло Мы слушаем Здравствуйте Бог один Да можно в Аллахове Бог один точно А вы считаете Что Бога два? Нет, я не считаю Так Вы со мной разговариваете? Да Пардон Я не знала Что меня включили Здравствуйте А так вы себе Такие размышления Под нос говорите? Нет, я говорила С какой-то девушкой Которая мне сказала Что Бог один Часто вы с ней Поговариваете? По видему Это ваш секретарь Вы знаете Мне просто удивительно Мне удивительно Почему Сейчас Русская интеллигенция Бросается То в буддизм То в Либабу Какого-то Почему Вам, ребята Не поверить в Аллаха Раз он у нас один Дима Мы с вами уже как-то разговаривали Очень приятно Я рад вас видеть Мне взаимно Блаз Мне кажется Что лучше бросаться В 40 разбойников Так оно выгоднее Во всех смыслах Неудивительно Почему Почему не поехать В наш какой-нибудь монастырь Если хочется Там Я с большим удовольствием Вам объясню Пожалуйста Я провел Приблизительно Около 10 лет Своей жизни За Подробным Подробной любовью К православию Которое во мне Поверьте Осталось Навсегда Потому что Это мое У меня от этого Никуда не деться И я страшно рад Что я имею К этому отношение Это действительно Замечательно Религия Система Мировоззрений Система Жизни Там все Все есть Ничего Больше не нужно К сожалению Когда Скажем Настоятельница Монастыря Мне говорит Что А вы знаете Борис Что Знаете Такую Индийскую Молитву Ом Я говорю В общем Слышал Да А что А вы знаете Что мне Старец сказал Что Ом Это молитва По призыву Блудного беса Извините Я могу терпеть Людей Глупых Но доброжелательно Настроенных Но людей Глупых И агрессивно Невежественных Я терпеть не могу Когда человек Настоятель Мне становится Страшно За людей Которые Попадают В окрестности Этого монастыря Мне становится Страшно Воинствующего Невежества Которое Является Гибелью Любой культуры Любого государства Любой религии Но нельзя же Отрицать Нашу Религию Я не Я говорю Что религия Замечательная Я в ней Не очень понимаю Только одного Враждебного Отношения Ко всему Остальному Миру Вы Говорите Это православие Что враждебное Отношение У православия Ко всему миру Вы знаете Нет Я вас Воду Ты не против Если мы Поразмышляем Кое о чем Недавно Я имел Объяснение С одним Исламистом Мусульманином Он вовсе Не намереваясь Навязать что-либо Мне сказал Ну да Аллах Конечно Он один И надо сказать Что рисовать Не нужно Потому что Аллах Это ведь Не человек И никто Это просто Совокупные Закономерности А имен У него 99 Аллах Лишь одно А вот Еще одно Время А вот Еще какие имена Бога Могут И придумать Я могу сказать Как математик Бывший Что Математика Меня научила Очень простым Вещам Законом О том Что Абсолют Может быть Только один Двух Абсолютов Не бывает Я думаю Что просто В каждой культуре Абсолют Называется По-своему И имеет Свой свод Законов Который В принципе Одинаков Любой религии Я зато Культуру Где абсолютно Называется Словом Любовь Ты не мог Напоследок Первой части Нашего Общения Спеть Еще одну Песню Из того Набора Что Повезешь Нью-Йорк И мы После окончания Песни Через 15 минут Вновь Встречаемся По поводу Нью-Йорка Я не знаю Я думаю Что это тот набор песен Который я привезу Обратно Через месяц Давай Записанным Или не записанным А какую ты имеешь в виду Сейчас Дарья Что у меня большой выбор Я спою Я бы вообще хотел Чтоб ты лучше спел Как пленительно Пахнет разврат Но ты же не будешь Этого делать Правда Банальная констатация Фактов Неинтересно Ну знаете По поводу религии Вот то что я могу сказать Я уже сказал Я лучше по этому поводу Спою То что мне кажется Если ночь как туннель А дневной свет наш так Если все Что ты сделал Обернулось не так Если в новых мехах Пыль вместо вина Это пройдет Там где взойдет луна Когда восток станет севером А янтарь станет медь Когда немые на улицах Начнут учить тебя петь Когда идешь сто шестьдесят Когда идешь сто шестьдесят И перед тобой стена Это не в счет Там где взойдет луна Кому-то вода питье А кому-то царская честь Но каждый видит лишь то Что в нем Уже есть Хороший вор Я просто не знал Как тебя звать Дух от жажды в твоих родниках Я не знал Как тебя знать Тебя Называют богиней Для меня ты жена Нас будут ждать Там где взойдет луна Через 20 минут На том же самом месте Ваш менталитет Идем дальше Нет петли Смотрите Я надеюсь Вы однако слышали Все что я имел ввиду Вот значит Теперь тогда у меня рядом петля Я хотел бы вам сказать Что у нас в гостях Борис Гомичаков И я задам сейчас Борису Три литературных вопроса И вот почему Нам станут ясны Борисы литературные пристрастия И я вам должен сказать Что у нас заготовлен звонок Бориса уже Из прямого эфира К своему Любимому Отечественному писателю Но сначала Три литературных вопроса Борис Вы считаете Джульетту Проницательной дамой Я плохо помню Пьесу Которую вы говорите Я помню Что у них была любовь Этого мне достаточно А брата еще убили? Так бывает Борис Вы считаете Что было бы лучше Если бы Софья вышла За Чацкого Вы думаете Что в современном мире Вот муж Чацкий Принес бы больше Прибытку в семье Нежели муж Молчалин Это из Достоевского? Из писателя Карамазина Который один из братьев? И наконец последний вопрос Борис Вот скажем Представьте себе Что у вас есть сын Легко Вот скажем Пришлось бы вам выбирать Ему друга Выбрали ли вы Были бы Люблю бы Так любезно ответить Выбрали бы Люблю бы Ему старшие наставники Идеального Павку Корчагина Либо педика Неопределенных лет По имени Карлсон Во-первых Я думаю Что я предпочел бы Скажем Джоан Цзы А во-вторых Я думаю Что Я не стал бы Навязывать сыну Свой выбор Собственно У меня их двое И оба Достаточно Сообразительные Чтобы Ни в коем случае Не позволить От суд за них Выгорать Как вы поняли Любимейший писатель Бориса Глебенщикова Впрочем Об этом он скажет Сам Джоан Цзы Но Пользуясь случаем Я хотел бы Как положено В эфире Здравствуй мама Сделать почти То же самое Но мама тоже Здравствуй Очень рад Если ты слышишь Это все Я хотел бы Воспользоваться случаем Поздравить С днем рождения Своего близкого друга И по случайному Совпадению писателя И писателя Очень хорошего Виктора Ерофеева Виктор Если мы дозвонились До тебя Подай голос А мы случайно Дозвонились Алло Алло Дозвонились До меня Прекрасно Здравствуй Виктор Виктор Я очень рад тебя слышать Я тебя тоже Рад слышать И должен тебе сказать Что ты тоже Мой любимый друг Это взаимно Это взаимно Борисов Отлично Я думаю Что Я хочу тебе сказать Что ты не Тоже конечно По случайности Еще и Тот человек Который Сильно перевернул Ментальность Нашего народа И я считаю Что Правильную сторону И это Мне Очень Нравится Я очень рассчитываю Что ментальность Можно будет Переворачивать И дальше Очень хочется Добиться Человеческих Условий Жизни И человеческие Условия А для этого Нужны Человеческие Условия Сознания Но дело в том Что Понимаешь Наша Литература Очень часто Работала на сокращение А ты Как-то Сделал так Что Развернул На Раскрытие На 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 То Что Эта культура Стала Раскрываться В разные стороны На восток И на запад И все Большое спасибо Я очень надеюсь В продолжение Нашего тоста Что Все-таки В программу Старших классов Средней школы Наконец Ведут русскую красавицу Которую ты написал Потому что Я считаю Что для Особенно мальчиков Начиная с 8 И 9 Классов Было бы очень полезно Книгу прочитать И ознакомиться С тем Как Могут быть Устроены мозги У Существ Противоположного пола Чтобы для них Потом это не было шоком Надеюсь Что мы скоро Продолжим это В более прямом контакте Я тебя Обнимаю Целую Я тебя тоже Пока И Всем зрителям Тоже Наши большие Теплые чувства От меня тоже Спасибо Ну вот Паштепатоку Развели в эфире Поговорили два титана Отечественной словесности Теперь время музыки Прошу вас Ладно Тогда уж Под титанами Я понимаю титанов Это в которых кипяток варится Кипяток Ладно Тогда уж День рожденный подарок Русская красавица Том 2 Дарья, Дарья В этом городе Что-то горит То ли души праведных То ли метеорит Но пусть горит Пока я пою Только не спрашивай меня Что я люблю Говорящий не знает Дарья Знающий не говорит Ван Гог умер, Дарья А мы еще нет Так что, Дарья, Дарья Не нужно рисовать мой портрет Ты можешь добиться Реального сходства Или феноменального сходства Но ты все равно рисуешь себя Меня здесь нет Господь сказал Лазарю Мне нужен кто-то живой Господь сказал Лазарю Эй, проснись и пой А Лазарь сказал Я видел это в гробу Это не жизнь Это цирк-марабу А ты у них как фокусник-клон Лучше двигай со мной Лучше двигай со мной Смотри, у из труб нет дыма И на воротах печать Ни из одной трубы нет дыма И на каждых воротах печать Здесь каждый украл себе железную дверь Сидит и не знает, что делать теперь У всех есть алиби, но не перед кем отвечать Я пою тебе с той стороны одиночество Но пока я пою, я поверну эти реки вспять Я не помню ни твоего звания, ни отчества Но в тебе есть что-то, что заставляет Этот курятник сиять Спасибо, Дарья Похоже, время идти Дарья-дарья Наштут где-то дальше На этом пути Мне было весело с твоими богами Но я чувствую, трава растет под ногами Мы разлили всю пору, но Дарья Прощай и прости Прощай и прости Дарья-дарья Пепел, эфир молчал Телефон ногой качал Алло! Алло! Здравствуйте! Алло! Добрый вечер! Как вы поживаете? Добрый вечер Я бы хотел... Меня зовут Эдуард Я звоню вам из Москвы Спасибо Я бы вам хотел Борис Борисовичу передать огромнейший привет С юга Из Краснодара Поскольку он у нас часто бывал И мы очень хорошо его сжимнем И очень тепло к нему относимся Спасибо И, Борис, я бы хотел вас первонаперво попросить Спеть песню о любви из нового репертуара О любви, которая вас, так сказать, поразила бы И поразила... И... Очень у вас ночные просьбы, Эдуард Это вы, видать, что-то такое сейчас чувствуете Есть такая песня Есть такая песня И еще, Борис, вопрос Можно? Конечно Я бы хотел просто спросить А где вы живете? Я просто год прожил в Питере И очень мало вас видел на концертах Вы появляетесь в Питере? Где вы живете? Вы знаете, я живу, в принципе, в Петербурге Могу даже сказать, что на Невском проспекте На Невском? На Пушкинской? Нет На Пушкинской у нас студия А-а Я просто бы хотел вас увидеть в Петербурге Когда это возможно? Это очень сложно Потому что я сейчас там буду два дня И потом поеду записывать пластинку Потом я буду после этого В массе разных городов Начиная от Москвы И кончая рядом других Скажем, Котлонду Борис, я хочу вам еще привет сказать от Николая Ватамана из Краснодара Спасибо, ему огромный привет Я по нему скучаю Мы просто виделись, все-таки фрагментально это было И просьба Коля, привет Обязательно И просьба спеть песню о любви Вот о чем я вас спросил Сейчас, сейчас спою Дело в том, что Борис кривит душой Когда отвечает Эдуард о том, что трудно застать его в Петербурге А то, что он лежит Не поэтому Даже если Николай подошел бы хотя бы на расстоянии метра от Бориса Если бы он стоял посреди Невского Тогда бы он обнаружил Что за испытание Пройти хоть 10 метров по Невскому с Борисом Вы не представляете Какие передвижнические образы подлетают к Борису Вот как кочегар Ярошенко точно Говорит Боря, просто вот из города Пушкина Тебе вот личный привет Пойдем выпьем Вы не представляете, что творит народ вокруг Гременщикова Едва он только ступит на Бессопровождение А так он всегда сопровождение Но так и не бывает Слушай, ну что эти-то в тебя находят Так приятно слушать про себя Так много интересного Одно дело, в джинсах молодые люди ищущие Это вот твой электорат Что я ищущий в джинсах? Потому что ты каламбурист Может, в девушке? Вы сказали девушке? Да Это моя тема Что-что? Я говорю, кто в джинсах ищет? Из Пушкина, кочегар Ярошенко Ищет в джинсах, и два ты ступишь на Невском Что же здесь странного в этой сентенции? Дмитрий, я плохо знаком с кочегаром Ярошенко Расскажи про какой-нибудь случай Изумительного понимания массами твоего творчества То, что мы сейчас сидим и говорим И все люди, которые звонят Говорят не о том Борис, о чем ваши песни И почему ваша группа называлась «Аквариум» И почему вы называетесь Борис? Алло Алло Говорите, пожалуйста Ну, прошу вас Это уж мы теперь к вам обращаемся Здравствуйте Добрый вечер Добрый вечер Я думаю, ну что же за чушь вы мелите вообще Какие-то глупые шутки отпускаете А потом вдруг я прониклся к вам в такую благодарность За то, что вы пригласили его сегодня И вот, представляете, вот Такая нелепность, такой парадокс Вот с одной стороны диссонанс Вы говорите что-то не то А он какие-то песни гениальные поет И говорит потрясающие откровения И знаете, я вам благодарен За то, что вот я не включил телевизор Это услышал Спасибо и вам, Борис С вами Мое удовольствие Слушайте, знаете что Вы завтра откройте газету Любую И прочитаете Вот помните песни Что там написано Тогда поймете В чем уникальность Отливать на газету Спасибо, что вы сегодня это сделали Спасибо вам Спасибо Все спасибо Димке Потому что он меня подвал И он все это придумал И у него самая нелегкая из нас всех задача И он выполняет ее блестяще Как настоящий кочегар Ярошенко Дело в том, что быть идиотом В общем, достигается упражнением А затем уже, в общем, не представить Никакого труда Буквально четыре века И можно достичь Мы знаем, как это делается Что у нас про любовь Эдуарда? Да Я, Эдуард, я, к сожалению Не могу сказать, что помню вас Но Коля Ватамана Я знаю достаточно хорошо Это на самом деле очень милый И чудный человек И хороший художник И поэтому Я думаю, что Коля меня Будет в курсе И все, наверное Сегодня я включен в сеть Сегодня день, когда мне хочется петь А если скажут, что теперь поют иначе Я в курсе Но куда меня деть И это похоже на прогулки во сне Или на летнюю тоску по весне А я всю жизнь довольно мирно шел в упряжке Но отныне и навеки я вне Ведь стрелка часов остра И петь по нотам только портит кровь И это не то, что прописала сестра Это хилый за Господь любовь За мной следит моё я За мной следит моё я А также вся его братва и семья Но мне, наверное, было важно быть счастливым Я почти не пропал совсем зря И мне до лампы чем кончится бой Мне скучно жить под пулемётной звездой Стоять под грузом вредно для здоровья Я, пожалуй, пойду с тобой Без стрелка часов остра И жить по книгам только портит кровь И это не то, что прописала сестра Совсем не то, что прописала сестра Это хилый за Господь любовь Довольно хилый за Господь любовь Алло Доброй ночи, Дмитрий Здравствуйте Доброй ночи, Борис Спасибо большое Вам так же Я хотел бы, Борису, задать такой вопрос За внешней строгостью Я являюсь, так сказать, поклонником Принципонирует Ваше творчество Спасибо За внешней строгостью, так сказать, Вашей внешностью Вот такой вопрос хочу задать Были наверняка курьёзные случаи какие-то Какие-то странные деятельности Срёзы с поклонниками, с устроительными выступлениями Вот хотелось бы от Вас услышать, Борис Какой наиболее такой курьёзный случай Юмористического направления у Вас был Вы знаете, я понимаю Ваш вопрос К сожалению, на него, наверное, невозможно ответить Потому что в России вся гастрольная деятельность Все концерты – это курьёз и юмор от начала до конца То есть смех просто до слёз Особенно, когда к окошку кассы подходишь, да? Вот тут особенно смеешься Когда у человека зарплата в месяц там 100 тысяч А билета стоит 250 А в хохочешься Хохот просто не прекращается Ну, впрочем Да и там очень много курьёзов Как только речь заходит о деньгах Сразу или о гастролях, или ещё что-то Так сразу Вас просили рассказать в юмористическом направлении Курьёзные происшествия Вот ведь как Чтобы было юмористическое направление Вы знаете, на мой взгляд, на самом деле Самый большой курьёз – это то, что нас слушают Я этого лично понять не могу Я понимаю, почему слушают Огромную массу популярных людей У которых там много ритма, голосов Хорошо поставленных голосов Высокая музыкальная культура Высокий поэтический уровень текстов Это я всё понимаю Почему слушают нас Мне до сих пор непонятно Знаете, как у меня один КГБшник Нет, извините, комсомолец Сказал лет Порядка двадцати трёх тому назад Когда меня по каким-то делам вызвали в горком комсомол Он сказал Ну, Борис, ну скажите мне честно Я, правда говоря, не понимаю Ведь у вас голоса ни хера нет Музыки у вас, ну совсем ни хера нет Слова, ну такая за ума Что слушать невозможно За что же вас слушают Я честно говорю, ну не знаю Знал бы, но не пел У меня до сих пор тоже отношение Почему нас слушают, я не знаю Ты должен был ответить Слушайте, я, ну самое-то странное За что же вы меня вызвали, вот Знаете что Давайте-ка вот что сделаем Давайте-ка мы Вслушаемся вот в ту песню Которая сейчас прозвучит И горячо рекомендую вам подпевать Вот что Некоторые женятся А некоторые так Вот научитесь подпевать Будь я на вашем месте Никогда бы не поддался Вот на призывы массового организатора Давайте-давайте-давайте Поддавайтесь Не поддадитесь сейчас Так поддадитесь, когда купите в компакте Я вам это гарантирую По-моему, это промышлено По-моему, вам промывают мозги, ребят Но как? Немедленно выключайте телевизор Итак, главная песня из нового Нифига она не главная Из нового альбома Главное-главное Из нового нового альбома Который Борис в Нью-Йорке В Нью-Йорке будет записывать Записывать Неизвестно, запишу или нет, кстати Запишет, запишет Значит, дорогие друзья Всем-всем У нас уже есть концертная запись Всем слушать полчаса Ладно В общем, большое спасибо, что вы все Случайно сегодня включили телевизор И имели терпение И силу воли, чтобы дослушать То, что мы несли с Дмитрием Он по долгу службы А я по природной безвольности натуры То хинея, которую мы несли все это время Спасибо, что вы есть Спасибо, что у меня есть возможность А у нас нет Спасибо, что у нас нет Спасибо, что у нас нет Спасибо, что у нас нет Она сказала, пока Он долго смотрел ей вслед Для нее прошла ночь Для него три тысячи лет За это время десяток империй Расцвел и рухнул во мрак Но некоторые женятся Некоторые так Раньше выжили завтра А теперь и сегодня вчера Вместо роллингов хакеры Вместо петлов юзера Бригады ломятся Бригады ломятся в церковь Святого места кабак И некоторые женятся Некоторые так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok У некоторых сердце поет У некоторых болит Он нажимает на сейф Она нажимает делит И нет смысла спрашивать кто Нет смысла спрашивать как Ведь некоторые женятся А некоторые так Спасибо Богу за хлеб Который отпущен нам днесь Но в мире есть что-то еще Я клянусь Она где-то здесь И солнце становится в небе Когда она даст ему знак И некоторые женятся Некоторые так Некоторые женятся Некоторые так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok